Атомная электростанция не является источником аварии. При условии, если используются передовые технологии, и каждый выполняет свои обязанности осознанно и организованно, то это неиссякаемый источник энергии. По мнению профессора Маулина Олимбетова, даже обычный огонь опасен, если им неправильно пользоваться. Казахстан является одним из мировых лидеров по запасам и добыче урана. По словам ученого, экспорт особо ценной продукции только в сырьевом состоянии без переработки экономически и экологически невыгодно. Мы занимаем первое место в мире по запасам урана. В прошлом году мы добыли 12 тысяч тонн урана, природного урана. Его необходимо обогатить. Шимкенту, который потребляет 2,5 гигаватта энергии, будет достаточно, если мы установим 3 турбины по 1000 мегаватт. Это может полностью обеспечить весь Шимкент. А сейчас в реакторе мощностью в 1000 мегаватт используется всего 1,5-2 тонны урана, и этого хватит нам на 4-5 лет. Никаких отходов, чисто, без пепла, без дыма. Такое мнение Маулин Олимбетов опубликовал в прессе около 40 лет назад. По мнению профессора, когда потребность в энергии растет с каждым днем, необходимо начать строительство атомной электростанции. Это связано с тем, что в стране, особенно в южных регионах, наблюдается дефицит электроэнергии, а цена на энергию выросла вдвое. Если мы будем продолжать жить так же, то через 33-35 лет нам будет хватать электроэнергии только на 30%. Откуда мы будем брать энергию? У нас заканчивается уголь. Говорят, у нас много угля, но этого хватит на 70-80 лет. Говорят, у нас много нефти, этого хватит на 100 лет. Говорят, что у нас много газа, но этого хватит на 150 лет. Что нам делать дальше? Вы должны думать о будущем. Вот зачем нам нужна АЭС. Люди должны это понять. Атомная электростанция играет важную роль в привлечении инвесторов для стимулирования экономики страны. Крупные иностранные компании приходят в страну с 40-50-летним планом. Необходимо иметь силу, которая снабдит их энергией, говорит председатель Маслихата. И здесь надо сказать, что инвесторы, крупные инвесторы, которые приходят из-за рубежа, например, у них производство энергоемкое. Даже в город Шимкент приходят, и они требуют очень много энергии. Доктор химических наук профессор Маулин Олимбетов сообщил, что в соседнем Узбекистане строятся атомные электростанции. Поэтому он считает, что это дело не следует затягивать из-за паники. По его словам, строительство современных станций развито в Японии, Китае, Германии, Франции, США, России и Турции.